Сколько весен, столько у них особенностей. То же самое можно сказать и про весение и разливы рек. Каждый раз по-новому специалисты сходятся в одном. Паводки были и будут, но их прохождением можно в какой-то мере управлять. Насколько мощным может быть половодие в Чувашии в этом году и что делается для того, чтобы максимально укоротить стихию, рассказали журналистам на пресс-конференции. По прогнозам синоптиков, погода начнет меняться с пятницы, 15 марта. Циклон принесет в республику тепло и обильные осадки. Правда, с понедельника снова похолодает. Предположительно, реки в Чувашии вскроются только в конце апреля. Поэтому и подъемы воды ожидают также в апреле в привычное время. Пока по погодным условиям и по тем зимним месяцам, которые прошли, в общем-то, ситуация у нас благоприятная на территории республики. Запасы воды в снеге на территории республики, они в пределах нормы. Толщина льда на реках и промерзание почвы в целом по республике также не вызывает беспокойств. Как обычно, павода грозит тем населенным пунктам, где протекают небольшие реки с извилистым руслом. В зоне подтопления в Чувашии могут оказаться 550 жилых домов, где проживают 800 человек. В Алатаре, Цивильске и Цивильском районе. Также есть небольшая вероятность, что паводок придет и в Батревский, Комсомольский, Вурнарские районы. В районах, где респодтопление самый высокий, уже начали подготовительные работы. К примеру, в Алатаре готовится распилить почти 140 метров льда на суре. Ситуацию с паводком держит на контроле специальная межведомственная комиссия. Кроме кабинетных заседаний противопаводковой комиссии республики, запланированы выездные заседания на территории республики. Как правило, они проводятся именно в тех районах, в тех населенных пунктах, которые могут быть подвержены подтоплениями и весенними водами. Так, 19-20 марта запланированы проверки муниципальных образований Цивильский, Парецкий, Алатарский район и город Алатарь. Будет проведена штабная тренировка с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Чувашской республики. По организации работы оперативных групп при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. На этот период в полную готовность будут приведены техника и весь личный состав. На вооружение спасателей, 564 единицы технических и плавсредств. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика.